МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА ...второй академии ВИП. Я в первой академии не участвовал, потому что я сам в Фукоидане, Фукоиданом занимаюсь недавно. Но мы все знаем, самый крупный бизнес, это технологии по тому, как убить человека. Это и военно-промышленный комплекс, это наркотики. Вот на втором месте уже стоят технологии, как сохранить здоровье человеку. Вот давайте поговорим именно о втором аспекте. Это Фукоидан и здоровье. Фукоидан. На первом месте, конечно, у нас стоит питание. Вопросом питания, конечно, большое количество литературы, большое количество проведений всяких научных и любых демонстративных. Основная задача питания какая? Это обеспечение организма структурными, энергетическими и регуляторными соединениями. То есть белками, жирами, углеводами, витаминами, микроэлементами. В разное время предлагались разные принципы питания. Это избалансированные, адекватные, раздельные, интуитивные, функциональные, по группам крови и так далее, и так далее. Многие теории питания были опробованы лично на ком-то или отдельных группах лиц, которые действительно им приносили какую-то определенную пульсу. Но эти теории питания действительно настолько широки, что их очень трудно оценить. Вторым главным аспектом нашей здоровья является окружающая среда. Поэтому вопросом предотвратить воздействие на организм вредных факторов, поступающих к нам с водой, воздухом, пищей, это важнейшая задача. И в отношении этих аспектов очень много технологий. Это и очистители для воды, продукты питания, они загрязнены какими-то негативными соединениями. Ну, воздух тоже стараемся мы, чтобы всякие фильтры были и так далее. Очень важно использование гигиенических средств и других мероприятий гигиены. Ну, третьим аспектом нашего здорового питания, здорового образа жизни – это физическая нагрузка. Ну, существует очень много различных комплексов физических упражнений. Или индивидуальные занятия, или занятия в группах, йогой, фитнесом и так далее. Более, конечно, предпочтительно – это занятия в группах. Потому что занятия в группах снимают психологические аспекты физической нагрузки, что приносит намного большие пользы. Ну, дальше много мероприятий направлены на активацию защитных систем самого организма. Ну, в первую очередь, систем детоксикации. Это всякие мочегонные, слабительные, патагонные, адхарповичи и так далее. Компоненты питания, которые направлены на улучшение иммунной системы, которая борется против бактерий и вирусов. Есть компоненты и частые продукты питания, которые улучшают деятельность наших регуляторных систем. Это соединение, влияющее на наш главный регулятор – центральную нервную систему. Соединение, которое влияющее на наш гормональный фактор. Ну, и сейчас очень много таких компонентов, как называется, пептиды регуляторные, которые тоже имеют очень важное значение в нашем здоровье. Ну, наиболее широким спектром биоактивности из известных мне продуктов – это является фукоидан. Но если многие продукты обеспечат только отдельные стороны нашего здоровья, то фукоидан обладает такой широкой биологической активностью, который пока неизвестен ни для одного, ни для лекарственного продукта, ни для продукта питания. Ну, как, вот у нас уже в полости рта, у нас есть своя защитная система. Ну, в частности, есть такой пулисхарид муцин, который защищает нас от механических повреждений, от действий бактериальных факторов. При недостатке его очень часто развиваются всякие патологии в полости рта, различные воспаления. Поэтому уже здесь необходимы какие-то мероприятия. Ну, в частности, ну, в первую очередь тут у нас напиток фукоидан. Ну, если мы принимаем его в количестве 30 мл утром, ну, это как бы колпачок крышки, и 30 мл на ночь, то уже является профилактикой против бактериального и механического повреждения слизистой полости рта. Но при развитии воспаления в полости рта следует применять уже напиток фукоид. На один пакетик утром рекомендовал бы я, и один пакетик на ночь. Дальше. В желудке. Ну, в желудке вообще агрессивная среда. Там соляная кислота, которая может негативно влиять на клетки. Поэтому слизистые тоже там имеют важное защитное влияние против химического повреждения клеток желудки. Но при недостатке может происходить действительно повреждение. А к повреждающим местам очень хорошо начинают на них воздействовать такие хилобактерии, пилори, которые вызывают повреждения и образование язв. Поэтому напиток фукоидан и в желудке оказывает свое профилактическое действие. При развитии язвы следует уже употреблять напиток фукоид, ну или порошок. Утром на полдник и на ночь. То есть это, если ему фукоид, это получается 3 раза по 2 грамм, это 6 грамм. Но если порошок, то, соответственно, по 2 грамма на каждой из этих приемов. Из кишечника, ну кишечник это первый барьер, через который вредные соединения, поступающие к нам с пищей, могут попасть в организме, то есть в кровь. И поэтому защищать необходимо идти. Самым главным защитным это у нас есть иммунная система. Поэтому иммунная система кишечника, это самая большая, обладая самой большой мощностью. И при снижении активности иммунной системы, ну или при большом поступлении патогенных бактерий, может происходить воспаление кишечника. То есть могут развиваться колиты. Вот прием фукоидана, порошок или напиток фукоид, способствует улучшению работы защитного звена иммунной системы и снятие проявления колита. Ну вот литература уже показана положительное влияние фукоидана даже при болезни крона. Это такое резко сильное воспаление, которое, к сожалению, не поддается даже лекарственному лечению. И в 23% случаев приходится прибегать к резекции шутка. Ну, дальше у нас идет уже толстый кишечник. Вот в толстом кишечнике поступающие компоненты они идут с очень большим количеством воды и 90% воды из каловых масс всасывается в кровь. Но при этом происходит как бы их затеревдевание. Поэтому чем дольше каловых массов находятся в толстом кишечнике, тем они становятся более обезвоженными и тем они могут вызвать больше всяких механических повреждений. Вот поэтому фукоидан, он очень хорошо связывает воду. Он увлажняет каловые массы и противодействует развитию запора. Ну вот как видите, по всем прохождению желудочно-кишечного тракта, в ротовой полости, в желудке, в тонком и толстом кишечнике, фукоидан оказывает очень хорошее положительное влияние. То есть улучшает работу нашего желудочно-кишечного тракта, а желудочно-кишечный тракт определяет в час, зачастую до половины нашего здоровья. Поэтому при хорошей работе желудочно-кишечного тракта лучше начинает работать и все наши другие органы и системы. Ну, все, что нам из желудочно-кишечного тракта с кровью поступает, они поступают к нам в печень. Вот печень – это первый орган, который встречается не только с необходимыми компонентами, то есть с белками, жирами, углеводами. К сожалению, с кровотоком из кишечника к нам могут поступать и вредные соединения, токсические. Вот печень первая принимает на себя удар. И при их достаточно большом количестве она не в состоянии успевать обезвреживать их, и происходит из-за поражения, то есть разрушения печеночных клеток. Печеночные клетки, когда разрушаются, их содержимое начинает поступать в кровь. И по содержанию в крови вот этих компонентов, разрушающихся в ткани клеток, ну, в частности, сейчас в медицине определяют трансаминазы, так называемые АЛТ и АСТ, и их уровень определяет степень поражения печени, то есть степень развития гепатита. Так вот, фукоидан в виде напитка способен профилактике развития гепатита, но при высокой степени поступления уже следует использовать действующие дозы, ну, от 2 до 6 грамм. Ну, вот такие токсические поражения печени очень часто наблюдаются, ну, на предприятиях с плохой экологией, там, или в районах экологически неплодоприятных. И поэтому потребление фукоидана значительно предотвращает вот эти вредные воздействия на организм. Вот даже оказалось, когда в Японии на атомной станции Фуко-Сима прошло авария, прошел выброс радиоактивных веществ, то правительство Японии провело даже программу по защите лиц, как бы, ликвидаторов этой проблемы или населения, связанное с этими, они давали фукоидан. Так вот, на Фуко-Симе не зарегистрировано ни одного случая радиационного поражения. Это очень хороший пример того, что как можно противодействовать вредному воздействию токсических соединений. Ну дальше, грипп или дыхательный путь. ОРЗ или острореспирационные заболевания, ну в частности, при высоком их пороге, грипп, как говорится, уносит сотни жизней. Особенно это проявление возникает с возрастом. Обычно при гриппе мы рекомендуем вакцинацию, но вакцинация для пожилых лиц не оказывает того эффекта, как для молодых, потому что снижается способность вакцин образовать антитела, а именно антитела и борются с вирусом гриппа. Так вот, когда дают фукоидан, оказывается, улучшается вакцинация, снижается возможность заболевания гриппа. Но острореспирационные заболевания часто возникают при очень интенсивных физических и умственных нагрузках, так как при этом происходит снижение нашего защитного звена, в частности, иммунной системы. Поэтому и в этих случаях фукоидан способствует предотвращению развития гриппа у пожилых, улучшает эффект вакцинации. Ну, как говорится, особую проблему сейчас имеют хронические неинфекционные заболевания, как называемые ХНЗ. Вот посмотрите на слайде. Вот по данным Всемирной организации взрывхонения, ХНЗ в 2002 году составили 60% смертности и 43% заболеваний. Это просто громадные цифры. И вот несмотря на все успехи нашего здравоохранения, разработки, ну, просто уникальных методов лечения, к сожалению, Всемирная организация здравоохранения к 2020 году уже предсказывает, что эти заболевания составят уже 73% смертности и 60% заболеваемости. Ну, смотрите, большую часть составляет вот справа на круговой диаграмме сердечно-сосудистые заболевания. Вот слева дальше идет рак, потом заболевания органов дыхания и диабет. Так вот уже имеется, очень накопились данные, что фукаидан в комплексе с другими подходами здорового образа жизни способствуют профилактике и лечению хэнзы. Чаще всего нам говорят, что хронические инфекционные заболевания не лечатся. Но у нас, врачи нас успокаивают, что имеется сейчас очень много лекарственных препаратов, которые уменьшают вредное влияние вот этих заболеваний, то есть отодвигает гибель человека от этих заболеваний, но, к сожалению, не устраняет заболевания. Так вот уже имеются данные, действительно, что фукаидан способствует именно не только профилактике или уменьшению вредного влияния, но конкретно уже и лечению вот этих хронических и инфекционных заболеваний. Ну, как все считают, как, грубо говоря, все умирают от рака, но просто не каждый доживает до него. Вообще рак характеризуется быстрым ростом. Вот видите, на слайде нарисован там синий кружочек, такой шарик. Это нормальная клеточка. На эту нормальную клеточку могут действовать канцерогены. А канцерогены – это такие вредные соединения, которые могут повреждать или нарушать жизнедеятельность клетки. Кроме того, при недостаточном поступлении, вот наверху, видите, микроэлементов или витаминов, еще ухудшается возможность жизнедеятельности клетки. А если нарушены еще обмены процесса, ну, формально в этих условиях клеточка погибает. Ну, как, как, понятно, ей особенно не хочется погибнуть. Поэтому у нас в каждой клеточке в генах записаны такие информации, как она называется у нас онкогены, которые способствуют переводу нормальной клеточки в опухоли. Вы там видите, вниз идет стрелочка, и нормальная клеточка переходит в опухоли. Но вообще, вот опухоли-клеточка, она очень быстро растет. Ей надо очень большое питание. Если этого питания не хватает с нашей пищей, то раковая клеточка забирает эти питательные вещества от самого организма. Это ведет к похуданию больного. То есть отмечается проявление кахексии. А из-за способности к метастазированию рак приводит к быстрой гибели больного. Вот для обеспечения быстрого роста раковые клетки образуют специальные сигнальные системы. То есть вот эта трансформация нормальной клетки в раковую обеспечивает вот этой раковой клетке определенные преимущества. А эти преимущества у нас создаются за счет того, что раковая клеточка образует свои определенные сигнальные такие компоненты, которые сигнализируют. сигнализируют в первую очередь давайте нам увеличить количество сосудов, без них не увеличится поток пищевых веществ. Давайте у нас увеличивайте систему, которая способствует активации строительного процесса, в первую счет синтеза роста. Но для активации анкигенеза выделяется такой специально сосудистый детальный фактор. А для обеспечения быстрого роста идет активация специфической амптор кеназы. Так вот фукольдан тормозит эти факторы, как показано в дозе в зависимой манере, а раз тормозится питание клеточки раковой, а раз тормозится ее рост, то фактически эта раковая клеточка начинает погибать. А любые погибающие у нас в клеточке, у нас то есть в клеточке и нормально клеточке тоже погибают, они разбираются. Процесс разборки погибших клеток называется апоптоз. Поэтому фукольдан не только способствует, что поедает быстрее или подвергается апоптозу раковой клеточке, но он еще активирует вот эти системы апоптоза. Фукольдан, кроме того, препятствует миграции или переносу скрови раковых клеток и присоединение или инвазии к другим клеткам или тканям. Другими словами, фукольдан блокирует процесс метастазирования. Ну, а как мы уже сказали, метастазирование это основной фактор, который ускоряет гибель больного рака. Поэтому при раке 3-4 стадии и когда уже имеются метастазы, обычно врачи часто говорят, мы уже бессильны что-то помочь. И вот эта группа лиц осталась вообще без помощи. Так вот этой группе лиц можно оказать помощь с использованием фукольдана. Но в этих случаях фукольдан конечно дается в больших дозировках, называемых в мегадозах. Ну, вот мы рекомендуем следующую схему. Утром когда проснулся человек 2 грамма этого порошка или один пакетик фукольда. В 11 часов еще 2 грамма. Где-то на полник тоже 2 грамма. А на ночью двойную дозировку, потому что ночью чаще всего идет воздействие фукольдана на иммунную систему, улучшение работы нашей иммунной системы, то есть нашего основного защитника, который может бороться с раковыми клеточками. Ну, о многих аспектах эффективности работы фукольда на природичных заболеваниях я уже рассказывал на нескольких веб-конференциях фукольда на здоровье, поэтому в принципе я на этом свои сегодняшние выступления на академии заканчиваю заканчиваю, ну и мы будем слушать ваши возможные вопросы и постараемся на них ответить. отец веб-конференциях м 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 Субтитры сделал DimaTorzok